Кстати, о Булгакове. Раз уж вы сами сказали эту фамилию, ну вы слышали, да, о том, что есть инициатива Союза писателей Украины снести дом музея Булгакова. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, я против каких бы то ни было дискуссий такого плана во время войны. Для начала нужно победить, выгнать Путина и фашистов этих с территории Украины, а потом уже дискутировать на такие болезненные для любого нормального человека темы. Но я скажу то, что я думаю. Я всегда привык говорить то, что я думаю, даже если это вразрез с общественным или с антиобщественным мнением. Я считаю, что Булгаков гений, гениальный писатель. Михаил Афанасьевич родился в Киеве. Он принадлежит Киеву, прожил здесь, в Киеве. Он принадлежит Киеву. Это достояние Киева. Если он что-то писал против Украины, это его не красит. Но винье над банням световой культуры и украинской тоже. Что касается Союза писателей, я желаю всему Союзу писателей вместе взятому написать хоть что-то из того, что написал Булгаков. По уровню, по мастерству, по художественному воздействию на миллионы людей. Вы знаете, еще в советское время в Киев приезжало много людей из сел, которые называли себя писателями. Они писали всякую херню, которую никто не читал. Но советское государство, подкупая этих мастеров пера огромными гонорарами, мало кто знает, что в советское время при зарплате в 150 рублей писатели имели по 500 тысяч рублей на книжках. За издание и переиздание своих говняных творев, которые, я повторяю, никто не читал. За мастерами Маргариты Булгакова, мы с вами это хорошо помним, стояли километровые очереди. И надо было сдавать еще по 20 килограмм макулатуры. И не все еще получали возможность купить за деньги эту книгу. А произведения многих украинских письменников, которые были ни о чем, высосаны из пальца, про коммунистов, про рыбитники, про колгоспы и так далее, вот это говно, не читал никто. Даже бесплатно. Поэтому вот эти люди, они себя чувствовали всегда иммигрантами в Киеве. Я это хорошо знаю и хорошо помню. Но они очень часто открывали рот по зову партии коммунистичной для того, чтобы кого-то заклеймить. Клеймили Виктора Некрасова, выдающегося писателя, который жил в Пассаже в Киеве и вынужден был эмигрировать во Францию. Клеймили Пастернака, клеймили всех, кого только можно было. Ягтики партия звала, вон и клеймили. Сегодня те же самые оборотни с какого-то союза писателей, нахрен никому не нужного, кому нужны союзы писателей, они сегодня клеймят покойного Булгакова. Да растите до подошвы Булгакова, потом клеймите его. Булгаков это достояние Украины, достояние Киева. И это же просто, как говорил великий Михаил Михайлович Жванецкий, чем хорош запах изо рта? Не нравится, отойди. Если не нравится Булгаков, не читайте. Нравится, читайте. Но сносить дом-музей, кто вы такие, чтобы даже рот открывать, чтобы сносить в моем Киеве, на моем Андреевском спуске, дом-музей гениального киевлянина.